На телеканале Юганск новости. Здравствуйте. В студии Нановикова. Митинг на этой неделе стал кульминацией истории гибели Вероники Клинкман. Врачи же в свою очередь были потрясены, сколько негатива накопили горожане на представителей самой гуманной профессии. Обнажились слабые и проблемные места здравоохранения, и пациенты больше не хотят этого терпеть. Продолжение темы после обзора новостей. Почти ровно в полной сегодня в самом центре города, на Тай-образном перекрестке, возле фонтана, произошла авария. Очевидцев этого события было много, но никто из них на камеру говорить не хотел. Но все как один заверяют, что водитель этой девятки ехал на красный свет и сбил мужчину и женщину. Сейчас он скрылся, его ищут полицейские. Водитель этой машины совершил наезд на пешеходов. Судя по вмятинам, удар был довольно сильный. Правда, сама авария произошла не здесь, а выше по улице. Сегодня, ориентировочно в начале первого ночи, 19-го числа, на перекрестке улицы строителя Ленина, произошло дорогно-транспортное происшествие, где пока еще неустановленный водитель, управляя ВАЗ-2109, допустил наезд на пешеходов, переходящих в проезжую часть, по регулируемому пешеходному переходу, и после ДТП сбился с места происшествия. Машину нашли быстро. К поиску сразу подключились очевидцы. Водитель бросил ВАЗ на берегу, рядом с парком аттракционов. Здесь было достаточно отдыхающих, и ему не удалось убежать незамеченным. По словам горожан, парень просил вывезти его из города, но в помощь ему отказали, тогда он решил ретироваться самостоятельно. Парня я видел вроде, я не знаю какого. Убегал с машины? Да, вот там по берегу парень лежал. По берегу убегал? Да. Первыми на месте ДТП оказались сотрудники ППС. Они же и вызвали скорую и наряд ГИБДД. Такого в Нефтьюганске не было давно. Полицейские сразу цепили весь город, да и на месте работал почти весь состав инспекторов. Бессонная ночь выдалась исследователям. Значит, в настоящее время установлен владелец автомашины, значит, установлено лицо, совершившее дорожно-транспортное происшествие. Значит, сейчас принимаются меры к задержанию лица, совершившего наезд на пешеходов. По словам полицейских, сейчас горе водителя ищет полгорода. К поискам присоединились и местные байкеры. Когда автолюбителя найдут, ему грозит лишение прав до трех лет, административный арест до 15 суток. Возможно, и уголовное дело. Все зависит от степени тяжести травм пострадавших. Молодому человеку причинен легкий вред здоровью, то есть он самостоятельно ушел домой, и девушка потерпевшая была доставлена в центральную городскую больницу. Значит, степень тяжести причиненных ей телесных повреждений будут установлены судебно-медицинским исследованием. На этой неделе это не первый водитель, который скрывается с места ДТП. 18 июля тоже в первом часу ночи напротив 9-го А микрорайона возле АЗС Сибнефтесериус водитель БМВ, предположительно черного цвета, совершил столкновение с автомобилем Ниссан Марч, после чего уехал. Свидетели и очевидцев этих двух происшествий просят обращаться по телефону 29-59-67. Удобная мобильность. В городской библиотеке состоялась презентация необычных пандусов. С новыми технологиями местного общества инвалидов познакомили представители компании, которая подставляет площадки из Германии. Устанавливать можно везде, и на улице, и тоже в здании. Потому что, если, допустим, я приведу пример, кто знает нашу юность, там в зале любой инвалид может пройти, упадет. Даже сам зал не упадет. Мы все это видим наглядно. По словам специалистов, роллопандус намного удобнее обычных конструкций. Он мало весит и прост в обращении. Если вдруг опора станет не нужна, ее можно собрать. Для этого потребуется просто снять поручни, а так называемую гусеницу свернуть и убрать со ступенек. А что ты говоришь? Стоимость роллопандуса от 100 тысяч рублей и выше. Цена зависит от размера и вида сооружения. Сегодня они уже появились в Нефтьюганске. Ими обустроены 12 учреждений, в их числе школы и детские сады. Другая реальность. В галерее метаморфоза открылась выставка картин художников-космистов Нижневартовского общества «Гармония», которое пробудет в Нефтьюганске до конца лета. Главным смыслом этих экспонатов является обращение к космосу как к живой сущности. Каждый холст, представленный на выставке, индивидуален. Здесь и разные манеры исполнения, и даже, как говорят искусствоводы, источник вдохновения. Одни творцы берут идеи своих снов, другие изображают образы из реальной жизни. Представлены картины, которые можно назвать абстракцией, но их всех объединяет одна идея общая. Это идея создания тонкого мира, который человек знал всегда, но каждый из художников ее представляет по-своему. Митинг на Центральной площади стал главным и самым печальным событием этой недели. Поводом послужила смерть шестимесячного ребенка в стенах городской больницы. Однако в ходе народного собрания выяснилось, что у горожан накопилась масса претензий как к врачам, так и к нефтьюганскому здравоохранению в целом. Хамство, неспособность правильно ставить диагнозы и халатность. Вот основные претензии жителей к людям в белых халатах. Родители погибшей Вероники уверены, что в их горе виноваты врачи. Я считаю, что это просто выпиющий случай, понимаете? Это чистой воды халатность, когда я лежала просто под носом у доктора, а мне не оказали никакой, понимаете, помощи. И я считаю, что за это я вправе как мать требовать наказания. Даже детей мамочки отшлепывают за какие-то провинности. А это смерть малыша. Председатель комитета здравоохранения Ольга Наговицына признала, что проблемы действительно есть и врачей катастрофически не хватает. Врачи работают с нагрузкой, в том числе врачи первичного звена. Это педиатры в первую очередь, врачи-терапевты, акушеры-гинекологи. А что такое работа за себя и за несколько участков? Это очень большая психоэмоциональная и физическая нагрузка, которую не каждый врач вынесет. Отсюда рождается эмоциональное выгорание, недовольство и, может быть, какие-то нарекания со стороны горожан. Власти, в свою очередь, попросили горожан не делать поспешных выводов, но заверили, что все, чья вина будет доказана, понесут суровое наказание. Сегодня и завтра, послезавтра мы отработаем все вопросы, проводим служебное расследование. И я, глава администрации, вам заявляю, жители, мы этот случай не оставим без внимания. Он будет полностью расследован. Теперь виновные будут доказаны по поводу программы, если вина будет определена. Сейчас в НГБ идет внутреннее расследование. Специальная комиссия в составе главного педиатра ЮГРЫ, главного детского кардиолога и специалистов Росздравнадзора досконально изучила, насколько профессионально и оперативно действовали нефтеюганские врачи. Свою проверку проводят следственные комитеты прокуратуры. 23 июля местные власти обещали там же, на площади, обнародовать итоги всех экспертиз. Сегодня стало известно, что в результате проверки нефтеюганской межрайонной прокуратуры выявлены нарушения как в самой городской больнице. Это касается в основном санитарных правил и норм, так и в действиях врачей. Однако по предварительному заключению правоохранительных органов эти нарушения не могли стать причиной гибели малыша. Тем не менее, в рамках уголовного дела, заведенного по факту смерти ребенка, еще будет проведена дополнительная экспертиза. На данный момент прокуратура готовит представление главному врачу больницы об устранении нарушений. Смерть девочки получила широкий общественный резонанс. Благодаря интернету и социальным сетям эта история стала известна далеко за пределами нефтеюганска. Родители Вероники Елена и Евгений Клинкман примут участие в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия». На передачу приглашены представители нефтеюганской медицины Ольга Наговицына и Владимир Ермолаев. А накануне они ответили на вопросы нашей.